Здравствуйте, я Настрома771. Сегодня я хотел бы выполнить тестирование нового комплексного антивирусного продукта KIKO 360 Total Security версия 8.0.0.10.58 по состоянию на 13 ноября 2015 года. Тестирование будет выполняться в операционной системе Windows 10, профессиональная 64-битная. Аппаратная часть тестовой машины. Процессор Intel Core 2 QAD, 9550, 283 на ядро, 4 ядра, 16 ГБ оперативная память, 1 ТБ винчестер. Для выполнения данного теста мной были подготовлены специальные архивы. Основной архив включает в себя 756 объектов, которых были отобраны в период времени с 13 по 16 ноября 2015 года. Второй архив включает в себя 1621 объект, которые были собраны в период времени с 9 по 12 ноября 2015 года и представлены без отбора. Третий архив включает в себя 2676 объектов, которые были отобраны в период октября 2015 года. Четвертый архив содержит 1559 объектов, представленных без отбора и собранных в период октября 2012 года. Пятый архив содержит 482 трояна энкодера, которые собираются мною накопительно, отсеиваются только полные дубликаты. Шестой архив включает в себя 36 батскриптов и последний седьмой архив содержит 34 объекта, которые зловредными не являются, но могут определяться антивирусами как таковые. На рабочем столе имеется папка для шифраторов, где располагаются объекты. Архивы различных форматов, видеофайлы всевозможных форматов, документы известных форматов, музыкальные объекты самых распространенных форматов, изображения. Самых распространенных форматов Если в случае запуска оставшихся нераспознанных объектов будет работать троян шифратор, мы сможем определить, какая категория файлов подвергалась обработке. Отбор объектов выполняется мной при помощи специальных сканеров из разных частей света, без использования представителей, которые в настоящее время вы можете наблюдать на рабочем столе. Среди объектов присутствуют вирусы, трояны, даунладеры, энкодеры, рансомы, бэкдо, черви, скрипты, А2, малва и прочие объекты. Я старался минимизировать при отборе категории даунладеров, малва и А2. Тем не менее, они присутствуют в архивах. Перед тем, как приступить к установке продукта и к выполнению тестирования, пять основных архивов, которые содержат зловредные объекты, будут распакованы для того, чтобы в режиме реального времени быть перепроверенными сканером Zimano для подтверждения зловредности содержимого данных паковок. Архив номер один. Выполняется распаковка. Архив номер два. Архив номер три. Четвертый архив. Пятый архив, содержащий энкодеры. Внутри первого архива 756 объектов. Внутри второго 1621. Внутри третьего 2676. Внутри четвертого 1559. Архив с энкодерами 482 объекта. Запускаю Zimano антимолва. Выполняется проверка архива номер один. Сканер перепроверяет 743 файла. Зловредность подтверждается в 740 объектах. Второй архив. Перепроверяются все 1621 объект. Опасными считаются 1620 объектов. Архив номер три. Проверяются все 2676 объектов. Считает опасными 2591 объект. Директория 4. Проверяются все 1559 файлов. Опасными считаются 1557. И последняя директория. Энкодеры. Проверяются все 482. Как зловредные определены 481. После выполнения проверки объекты удаляются. Корзина очищается. Выполняется проверка при помощи сканера Zimano, Hitman Pro и Malva & Bytes Antimalva на предмет наличия на территории машины каких-либо опасных объектов после выполнения распаковки представленных архивов. Zimano Antimalva. Глубокая проверка. Hitman Pro. Malva & Bytes Antimalva версия 1.80 корпоративная. Быстрое сканирование. Сканер Zimano на территории компьютера каких-либо опасных объектов не находит. Hitman Pro на территории компьютера каких-либо опасностей не обнаруживает. Malva & Bytes Antimalva угрозы не обнаружил. Для того, чтобы в процессе выполнения тестовых мероприятий было удобно наблюдать за нагрузками, с правой стороны я запускаю диспетчер задач Microsoft, который отображает нагрузку на процессор, использование памяти, нагрузку на жесткие диски, сетевую нагрузку. Дополнительным инструментом в процессе тестирования будет Commodore Kill Switch, который поможет определить нагрузки на основные компоненты антивируса. Выполняем установку продукта. Установка выполнена. Выполняется проверка обновлений. Версия продукта 8.0.0.10.58, новых обновлений нет. Защита работает в режиме по умолчанию, никаких видоизменений в настройке защиты я не вношу. Подключен облачный двигатель 360, исправление системы и интеллектуальный двигатель QVM2. Ускорение и очистка элементы не использовались. Что касается дополнительных инструментов, уязвимости не обнаружены. Песочница работает в стандартном режиме. Защита браузера. Включены основные элементы защиты поисковой системы, главной страницы и самого браузера. Работает предлагаемый BrandMower в режиме бесплатном. Диспетчер маршрутизатора не используется. Сжатие диска не используется. Приступаем к распаковке архива номер 1. Вводим пароль и запускаем таймер. Выполняется распаковка. 14 секунд архив распакован. Приостанавливаю таймер. Каких-либо нагрузок на антивирусный комплекс не наблюдается. Проверяем свойства директории. Внутри 756 объектов. Ни один из объектов не удалялся. Открываем директорию. Находимся внутри и пробуем перемещаться. Какой-либо реакции со стороны антивируса на данные объекты в настоящее время нет. Выполняем пользовательское сканирование и продолжаем учет времени. Начинается обнаружение угроз нагрузка. QH Active Defense 43%. Приостанавливаю таймер. Было обнаружено 739 объектов высокой степени риска. Запускаем процедуру исправления и продолжаем учет времени. Количество файлов в директории сокращается. Нагрузка Active Defense 23%. Завершается процедура обработки. Прошло 2 минуты 35 секунд с момента начала выполнения распаковки. В директории остается 115 объектов. Помимо объектов, которые здесь присутствовали изначально, мы также можем наблюдать файлы, которые появились после выполнения обработки. Это файлы .exe, файлы изображений, архив. Так как данные объекты не принадлежат проверяемым файлам, я удаляю их из директории. В итоге 104 объекта остаются на остатке, с учетом того, что часть из них программа очищала от зловредного кода. Переходим к программе и выполняем выборочную проверку. Указываем рабочий стол и интересующую нас директорию. Выполняем сканирование и продолжаем учет времени. Начинается обнаружение угроз. Было обнаружено 37 объектов. Выполняю исправление. Данная процедура выполняется очень быстро. Завершаем. Внутри директории на остатке 67 файлов. Выполняем еще одно контрольное сканирование без учета времени. Более угрозы не обнаружены. Общее время всех сканирований таким образом составляет 2 минуты 41 секунды, с учетом того, что фактически в процессе распаковки угрозы не обнаруживались. Я переименовываю директорию по количеству оставшихся объектов и выполняю архивирование. Устанавливаю пароль. Каких-либо предупреждений от антивируса не поступает. Смотрим свойства архива. Внутри 67 объектов. Более угрозы не обнаруживались. Оставшиеся объекты проверяем дополнительными сканерами. Это Hitman Pro, который считает зловредными 11 из оставшихся. Это категория Троян и Малва. Перепроверяем эти же объекты при помощи сканера Zimano. Проверяется 60 файлов. Зловредными считаются 15. Малва, А2, Спайагент, Троян Крупта. Потенциально нежелательные модификации. Данные объекты при помощи специального программного обеспечения отправляются на VirusTotal. Для того, чтобы подтвердить свою зловредность, посмотреть, какое количество двигателей определяет эту зловредность и сколько файлов в настоящее время являются не опасными, были вылечены от зловредного кода антивирусом. Завершается выполнение проверки. 22 объекта из оставшихся в настоящее время считаются очищенными от зловредного кода. Прочие файлы различным количеством двигателей подтверждают свою зловредность. Из них 16 объектов подтверждены более чем 10 двигателями. Если говорить о проценте нераспознанных, то общее количество оставшихся объектов, с учетом вычета тех, которые в настоящее время зловредными не являются, это 45 файлов, составляет 5,95%. Если говорить об объектах, которые подтверждены более чем 10 двигателями, то процент нераспознанных составляет 2,12%. Я удаляю объекты, которые в настоящее время зловредными не являются, из общего количества оставшихся. В директории остается 45 файлов. Переименовываю директорию по количеству остатка и выполняю архивирование. Устанавливаю пароль. Проверяем свойства архива. Внутри 45 объектов. Более файлы не удалялись. Что касается нагрузок. Основной работающий антивирусный элемент Active Defense максимально на пике виртуальная память была задействована на 430,53 мегабайта. Физическая память максимально была задействована на 134,20 мегабайта. Выполняем распаковку архива номер 2, 3, 4 и архива с энкодерами. Вводим пароль. Выполняется распаковка второго архива. Выполняется распаковка третьего архива. Выполняется распаковка архива номер 4. Пятый архив, который содержит энкодеры. Ввиду того, что я не отключаю защиту в режиме реального времени с настройками по умолчанию, сразу выполняю распаковку архива 6 и 7. Это архив, который содержит батскрипты. Распаковка выполнена. И архив, который содержит объекты, не зловредные, но которые антивирусы могут определять как таковые. Распаковка выполнена. Проверяем количество объектов в каждой директории. Вторая директория содержит 1621 объект. Перемещаемся внутри. Реакция антивируса отсутствует. Третья директория содержит 2676 объектов. Пробуем перемещаться. Реакция отсутствует. Четвертая директория. Внутри 1559 файлов. Реакции антивируса на открытии директории нет. Директория, которая содержит энкодеры. Внутри 482 объекта. Батскрипты. 36 объектов. 34 объекта, которые зловредными не являются, но могут определяться как таковые антивирусами. 34 внутри. Теперь выполняем сканирование по очереди директорий. Директория номер 2. Начинается обнаружение угроз. Нагрузка на основной компонент антивируса составляет 57%. Всего было обнаружено 1617 зловредных объектов. Выполняю исправление. Количество файлов в директории начинает сокращаться. Завершается процедура обработки угроз и у нас сворачивается Explorer. Пробую запустить Explorer EXO через диспетчер задач и, к сожалению, ничего не получается. Запустить рабочий стол невозможно. Подобная проблема возникает в ряде случаев после установки 360 Total Security, при удалении программного обеспечения, при загрузке браузера и так далее. В том числе при завершении сканирования. Пробуем выполнить выборочную проверку указанной директории. Директория номер 2. Начинается обнаружение угроз. 103 объекта было обнаружено. Исправляем. Завершается операция. Приходится делать выход из системы, заходить вновь, после чего рабочий стол загружается в полном объеме, никаких проблем видимых пока не наблюдается. Открываем директорию. Внутри 404 объекта, но здесь огромное количество файлов, которые были распакованы в процессе работы антивирусного комплекса. Это объекты с пометкой EXO, файлы изображений, видео объекты. Данные файлы я удаляю, так как они не имеют никакого отношения к проверяемым объектам. После удаления в директории остается 220 файлов. Выполняем еще одно пользовательское сканирование данных файлов антивирусом. Угрозы не обнаружены. Переименовываю директорию по количеству остатка и выполняю архивирование. Смотрим свойства архива. Внутри 220 файлов. Теперь выполняем проверку директории номер 3. Начинается обнаружение опасных объектов. Нагрузка на основной компонент антивируса 54%. Сканирование завершено. Всего было обнаружено 2592 опасных объекта. Открываю директорию и запускаю процедуру исправления. Количество файлов в директории начинает сокращаться. Обнаружено 8 неизвестных файлов, которые необходимо проанализировать. Отправляем на анализ. В директории остается 603 объекта. Помимо объектов, которые здесь и должны находиться, присутствуют вновь объекты, которые были распакованы. Количество их незначительное удаляю из директории. 593 файла на остатки. Теперь выполняем выборочную проверку. Третья директория. Начинается обнаружение угроз. Было обнаружено 221 угроза. Исправляем. Завершается процедура. Неизвестных файлов 92. Отправляем на анализ. В директории остается 373 объекта. Каких-либо сторонних файлов более не присутствует. Еще одна проверка. Пользовательская. И вновь обнаружение угроз. Обрабатываем. Исправление выполнено. 369 объектов внутри. Сканируем. Новые угрозы. Исправляем. Сканируем. Обнаружение. Исправляем. Сканируем. Вновь обнаружение угрозы. Исправляем. Проверяем. Угроза, которая вновь обнаружена, это файл 13.13. Почему-то обработать его не получается у программы. Пробуем удалить его самостоятельно. В директории объект отсутствует. Был ликвидирован. Еще одна проверка. Теперь более угрозы не обнаруживаются. 366 объектов на остатке. Переименовываю директорию по количеству файлов. И выполняю архивирование. Устанавливаю пароль. Смотрим свойства архива. Внутри 366 объектов. Боли файлы не удалялись. Выполняем проверку директории номер 4. Начинается обнаружение угроз. Нагрузка 44% на основной компонент антивируса. 1558 опасных объектов обнаруживает программа. Исправляем. Количество объектов в директории сокращается. Процедура завершается. В директории остается 13 файлов. Выполняем выборочную проверку. Найдены угрозы. Исправляем. Один объект требует анализа. Отправляем. В директории 4 файла. Контрольная проверка. Более угрозы не обнаружены. Переименовываю директорию по количеству остатка. Выполняю архивирование. Устанавливаю пароль. Свойства архива. Внутри 4 объекта. Более угрозы не обнаруживались. Выполняем проверку директории, которая содержит трояны энкодеры. Начинается обнаружение опасных файлов. Нагрузка на основной компонент антивируса 23%. 477 угроз обнаружено. Обрабатываем. Количество объектов в директории сокращается. Завершаем процедуру и выборочная проверка из самой программы. Обнаружены угрозы. Исправляем. В директории остается 5 файлов. Дополнительная проверка. Более угрозы не обнаружены. Переименовываю директорию и выполняю архивирование. Устанавливаю пароль. Смотрим свойства архива. Внутри 5 объектов. Более угрозы не удалялись. Директория, которая содержит BAT скрипты. Было обнаружено 25 опасных объектов. Среди них перечислены все целенаправленно написанные вирусы. Первый, второй, третий и четвертый. Исправляем. Выборочную проверку выполняем. Более угрозы не обнаружены. Смотрим директорию. Внутри 11 объектов. Переименовываю директорию по количеству файлов и выполняю архивирование. Устанавливаю пароль. Свойства архива внутри 11 объектов. Более угрозы не обнаруживались. И последняя директория, где расположены не опасные объекты. Выполняем проверку. Угрозы не обнаружены. Выборочная проверка. Проверка из самой программы также угрозы не находит. Открываем директорию и выполняем еще одну контрольную проверку. К сожалению, вновь сворачивается Explorer и запустить его не представляется возможным. Выполняется выход из системы и повторный вход. Выполняем еще одну проверку данной директории. Угрозы не обнаружены. Оставшиеся объекты перепроверяем при помощи дополнительных сканеров. В директориях, где количество объектов свыше 100, я перепроверяю сканером Zimano. Где количество объектов небольшое, подключаю VirusTotal. Вторая директория – 220 объектов. Фактически зловредными в настоящее время сканер считает 13. Третья директория – 365 объектов перепроверяется. Как зловредные, определены 62 объекта. Четвертая директория перепроверяется на VirusTotal. Один объект в настоящее время считается вылеченным. Три прочих. Зловредность подтверждается менее чем 10 двигателями. Перепроверка объектов, которые остались в директории с энкодерами, показывает, что все они являются зловредными. Один объект подтвержден менее чем 10 двигателями. Выполняется дополнительная настройка антивирусного продукта на максимально возможный уровень. Проверка обновлений. Подключается двигатель Avira и Bitdefender. Все обновления выполнены. Двигатели находятся в активном, актуальном состоянии. Что касается защиты в режиме реального времени. Работают все щиты. Все элементы включены. Что касается настройки компонентов. Защита при загрузке. Система мониторинг всех объектов. Строгий режим. Веб-камеры. Защита чата. Антивирус. Проверка сжатых объектов во время полной проверки. С подобными настройками выполняем еще раз распаковку директории номер 1, так как фактически во время распаковки с настройками по умолчанию какой-либо реакции антивируса на файлы не было. Вводим пароль и запускаем таймер. 13 секунд. Распаковка выполнена. Вновь не наблюдается какой-либо глобальной нагрузки на компоненты антивируса. Проверяем свойства директории. Начинается обнаружение опасных объектов. Таймер я не отключаю. Active Defense 24%. Количество зараженных обнаруженных объектов растет. Таймер приостанавливаю. Свойства директории. Внутри 133 объекта. Открываем папку и пробуем перемещаться. Реакции антивируса отсутствуют. Здесь также присутствуют файлы, которые присутствовать не должны. Это изображение, архив, экзообъекты. Выполняем пользовательскую проверку и продолжаем учет времени. Начинается обнаружение опасных объектов. Приостанавливаю таймер. Обнаружено 67 угроз. Исправляем и продолжаем учет времени. Исправление завершается. Выборочную проверку. Выбираем папку распаковки. Начинаем сканирование и продолжаем учет времени. Более угрозы не обнаружены. Внутри директории 57 файлов. Еще одна контрольная проверка. Уже без учета времени. Более угрозы не обнаружены. Общее время всех сканирований составляет 4 минуты 30 секунд. Теперь я удаляю директорию, которая использовалась для повторной распаковки, так как она нам фактически не нужна. И выполняю сканирование директории с оставшимися объектами после выполнения удаления вылеченных. Сканируем. Начинается обнаружение угроз. Было найдено 10 объектов. Исправляем. Проверка из программы. Более угрозы не обнаружены. Внутри 35 файлов. Выполняем проверку второй директории, где находится 220 объектов. Начинается обнаружение опасных файлов. Обнаружено 9 объектов. Исправляем. Выборочная проверка этой же директории. Угрозы не обнаружены. Внутри 211 объектов. Выполняется проверка третьей директории. 366 объектов. Начинается обнаружение угроз. 49 обнаружено. Исправляем. Сканирование из программы. Угрозы не обнаружены. Внутри директории 317 объектов. Без каких-либо посторонних вложений. Четвертая директория. 4 объекта. Угрозы не обнаружены. Выборочная проверка этой же директории. Угрозы не обнаружены. 4 объекта на остатке. Объекты категории энкодеров. 5 файлов на остатке. Сканируем. Найдено 2 опасных объекта. Исправляем. Угрозы ликвидированы. Сканируем из самой программы. Угрозы не обнаружены. В директории остается 3 объекта. Батскрипты. 11 объектов. Угрозы не обнаружены. Сканирование из программы. Угрозы не обнаружены. Внутри 11 файлов. Выполняем проверку объектов, которые зловредными не являются. Угрозы не обнаружены. Проверка из самой программы. Угрозы не обнаружены. Внутри 34 объекта. Данную директорию я удаляю, так как в дальнейшем она использоваться не будет. Хотелось бы также отметить нагрузки. После того, как мы работали с иными настройками, на пике виртуальная память была задействована на 1.39 гигабайта. Пик использования физической памяти составил 414.75 гигабайта. Перед тем, как приступить к продолжению тестовых мероприятий, я хотел бы остановиться на одном моменте, который проявил себя в данной версии 360 Total Security. А конкретно проблема касается защиты браузера. Элемент этот призван защитить нас от каких-либо видоизменений зловредными программами, браузера по умолчанию, стартовой страницы и поисковой системы. Если мы выберем в качестве браузера по умолчанию Яндекс, который рекомендуется, главную страницу Яндекс, тоже которая рекомендуется, и поисковую систему Яндекс, которая рекомендуется, и включим блокировку, то при установке или доинсталляции какого-либо программного обеспечения произойдет следующая неприятность. В данном случае я буду доинсталлировать браузер Firefox. Приветствует мастер, выполняем доинсталляцию. Теперь наблюдаем следующую картину. Фактически доинсталляция выполнена, однако вы видите, что на рабочем столе значки постоянно находятся в процессе мигания. Панель управления также находится в состоянии бесконтрольного мигания компонентов. Это будет продолжаться до тех пор, пока мы не отключим блокировку браузера. Остальные элементы здесь никакой роли не играют. Отключаем блокировку, и все становится на свои места. То же самое произойдет, если я буду инсталлировать данный элемент. Теперь, что касается браузера Internet Explorer. Если выбрать браузер Internet Explorer как основной браузер системы, страницу, например, Microsoft, Bing поисковую систему, и выполнить блокировку, после чего запустить инсталляцию любого элемента, будь то встроенный в систему 360 компонент Firewall, будь то, например, Firefox, произойдет следующее. Рабочий стол блокируется. Мы не видим ни значков, ни панели управления, и вызвать эти элементы не сможем. Даже при помощи диспетчера задач запустить Explorer от имени администратора, данная процедура ни к чему не приведет. До тех пор, пока мы не отключим блокировку браузера Internet Explorer. После этого значки, конечно же, сами просто так не появятся. Но если мы запустим Explorer.exe, то рабочий стол восстанавливается, и все элементы на своих местах. Я надеюсь, что в ближайшее время разработчик исправит данную проблему. Приступаем к следующему этапу тестирования, это запуску оставшихся зловредных объектов. Изначально файлы будут запускаться в ограниченной среде, в песочнице, которая интегрирована. Первый объект, архив, запускаем в песочнице. Во время обработки распакованного объекта обнаружен зловред. Устраняем. Файл документа. Открывается Microsoft Word. Предупреждение системы безопасности про макросы. Включаем содержимое. Время ожидания операции стекло. Следующий объект. Также открывается Microsoft Word. Табличные данные. Работает в песочнице. Второй документ. Аналогично стартует в песочнице. Объект 36. Переходим к исполняемым файлам. Попытка запуститься и выгрузка. Объект 52. Предупреждение. Невозможно запустить данный файл в песочнице. Шестидесятый объект. Запускается в песочнице. Приложение на китайском. Установщик дополнительного программного обеспечения. Шестьдесят девятый объект. Ошибка во время выполнения. В памяти появляются опасные объекты и выгружается. Сто тридцать четвертый объект. Действия не наблюдаю. Сто тридцать седьмой объект. Загружается в память. Присутствует. Анализируется. Сто сорок первый объект. Стартует элемент. На китайском идет инсталляция. По всей видимости игрового приложения. Соединение. Предупреждение о каких-то ошибках. Эйдж открывается. Страница. Игровых приложений. Сто сорок второй объект. В песочнице. Действия не наблюдается. Сто восемьдесят второй. Запускается. В ограниченной среде возникает ошибка. И приложение закрывается. Двести шестьдесят седьмой. Действия не наблюдается. Двести семьдесят третий. Выгружается. Двести семьдесят пятый объект. Появляется в памяти и выгружается. Двести девяносто третий. Выгружается. Триста двадцать пятый. Действия не наблюдаю. Триста восемьдесят четвертый. Выгружается. 387. Выгружается 394. Действия не наблюдают 403. Ошибка. Отсутствует библиотека 435. Появляется в памяти, анализируется и выгружается 462. Ошибка. Из памяти выгружается объект 493. Попытка стартовать. Возникает ошибка и объект закрывается. 520. Появляется в памяти, выгружается 557. Вновь попытка запуститься Adobe Help и закрывается 633. Выгружается 634. Выгружается 641. Вновь аналогичный Adobe Help, возникает ошибка и закрывается. 664. Попытка запуститься и выгружается. Одно из приложений работает с ошибкой, фактически отсутствует в памяти. 682. Появляется в памяти и выгружается. 688. Появляется в памяти, анализируется, присутствует. И 697. Объект пытается запуститься в песочнице, присутствует в памяти, анализируется. Мы запустили все объекты из данной директории. Пробуем ликвидировать данные файлы. Во время удаления некоторые невозможно ликвидировать. Это касается двух объектов, которые в настоящее время присутствуют в памяти. Следующая группа объектов это энкодер. 248. Объект. Песочницы. Невозможно запустить в данной среде. 419. Объект. Аналогичное сообщение. И 467. Попытка стартовать. Присутствует в памяти, анализируется. Пробуем ликвидировать данные объекты. Вынуждены пропустить. Один из объектов в настоящее время работает. Два файла дают достаточно серьезную нагрузку на процессор. Это 697. 467. 688 присутствует в памяти, но никак себя не проявляет. В трее появляется дополнительный элемент. Версия такая-то. Информация. Позволю себе запустить еще ряд объектов из директории номер 3. Это файлы, которые были отобраны за период октября 2015 года. Выборочная в песочнице. Объект. 223. Запускается. В песочнице присутствует некий текстовый редактор. 534. Действия не наблюдается. 696. Запускается в песочнице. Управление звуком. 885. Выгружается. 1183. Стартует в песочнице и выгружается. 1394. Инсталляция. Попытка выполнится и не удается найти путь. Объект закрывается. 1517. Объект изображения. Открывается картина с ведрами. 1714. Действия не наблюдается. Из памяти выгружается. 1831. Объект пытается запуститься. Присутствует в памяти. Работает в песочнице. Что-то пытается выполнить, но пока у него это не получается. 1850. Ошибка во время выполнения. Элемент не стартует. 2121. Попытка запуститься и прекращена работа программы. 2266. Запускается и выгружается из памяти. 2631. Попытка выполнить инсталляцию в песочнице. Мы попытались запустить ряд элементов из данной директории. Пробуем ликвидировать объекты. Файлы удаляются, но не все. Один объект 1831 продолжает попытки запуска. Так как объекты запускались в песочнице, прежде чем выполнить сканирование антивирусом, необходимо очистить песочницу от тех объектов, которые внутри нее работали. Открываем 360. Переходим к инструментам. Песочница. Здесь имеется ряд запущенных процессов. Останавливаем данные элементы. 1831 осуществляет попытки запуститься вновь. Удаляю все медиафайлы, офисные документы и выполняю очистку содержимого песочницы. После очистки более программы никакие стартовать не пытаются. В памяти объекты не наблюдаются. Пробуем ликвидировать объекты, которые ранее невозможно было удалить. Они легко удаляются. Таким образом, в настоящее время в режиме реального времени ни один из объектов не работает. Удаляем директории, где располагались зловредные объекты. Пробуем запустить в песочнице также баскрипт. Убивает explorer.exe. Но данный элемент не выполняется, как и все прочие, которые мы попытаемся запустить в песочнице. Попытка работы и закрываются объекты. Папка легко удаляется, объекты в режиме реального времени не работают. Выполняем сканирование системы имеющимися сканерами. Глубокая проверка Zimano Antimalva. Выполняем сканирование также Hitman Pro. И Malvaibytes Antimalva. Быстрая проверка. Завершается сканирование Malvaibytes. Какие-либо угрозы на территории компьютера обнаружены не были. Zimano Antimalva также угроз не находит. Hitman Pro, просканировав территорию компьютера, угроз не обнаружил. Приступаем ко второй части нашего тестирования. Это запуск объектов без песочницы. Выполняем распаковку архива. Выполняем распаковку архива номер один. Обнаружена угроза в процессе распаковки. Устраняем. Вирус был ликвидирован. Файл документа. Открываем при помощи Word 2016. Включаем макросы. Возникает ошибка в процессе выполнения. Зависает программа. Следующий документ. Далее скрипт. Предупреждение. Обнаружена угроза. Устраняем. Следующий объект. Таблица. Без каких-либо данных. Еще одна таблица. Скрипт. Предупреждение. Обнаружена угроза. Устраняем. 36 запускаемый объект от имени администратора. Появляется предупреждение о том, что найдено большое количество опасных объектов и требуется выполнить сканирование системы. Пока игнорируем данное предупреждение. 52 объект. Невозможно запустить на данном персональном компьютере. 60 объект. Запускается инсталлятор программного обеспечения. На китайском языке. 69. Инсталлятор. КМС Пико. Выполняется инсталляция. Появляются новые сервисы. Но возникает проблема во время работы программы и она закрывается. Из памяти. Выгружается. 122 объект. Обнаружена угроза. Устраняем. 134. Действия не наблюдается. 137. Появляется в памяти. Анализируется. 141 объект. Инсталлятор. На китайском. Выполняется загрузка элементов. Предупреждение. Защита файловой системы. И предлагается по умолчанию выполнить блокировку. Что я и делаю, не ожидая полного времени. Аналогичное предупреждение. Блокировка. Еще одно предупреждение. Блокировка. Предупреждение. Gameplaza. Заблокировано. Возникает ошибка в процессе выполнения данного программного обеспечения. А здесь выполнялась загрузка файлов для инсталляции. Они присутствуют в директории. Следующий объект. 142. Попытка запуска и выгружается из памяти. 182. Ошибка. Во время выполнения отсутствуют элементы. 267. Выгружается. 273. Выгружается. 275. Выгружается. Предупреждение о том, что программа, возможно, установлена неправильно. 293. Выгружается. Аналогичное предупреждение. 300 объект. Обнаружена угроза. Устраняем. 303. Аналогично обнаружен опасный объект. Устраняем. 309. Обнаружена угроза. Устранена. 325. Попытка старта и выгрузка. 362. Обнаружена угроза. Удаляем. 384. Объект. Попытка запуска и выгрузка. 387. Не стартует. 394. Появляется в памяти и закрывается. 403. Объект. Предупреждение о ошибке. Отсутствует библиотека. 435. Объект. Появляется в памяти. Присутствует. Анализируется. Но закрывается. И выгружается. Предупреждение о том, что программа, возможно, установлена неправильно. 462. Ошибка. Из памяти выгружается. 493. Объект. Запускается компонент Adobe Help. 520. Появляется в памяти и выгружается. 548. Обнаружена угроза. Устраняем. 557. Вновь запускается аналогичный элемент Adobe Help. 562. Обнаружена угроза. Устраняем. 633. Из памяти выгружается. 634. Попытка запуска и выгрузка. 641. Аналогичный элемент Adobe Help. 664. Объект. Запускается. Присутствует в памяти. Работает. 682. Выгружается. 684. Обнаружена угроза. Устраняем. Объект ликвидирован. 688. Запускается. Присутствует в памяти. Анализируется. 697. Предупреждение. Попытка модификации. Присутствует в памяти. Анализируется. Все прочие объекты, которые присутствуют в данной директории, это загруженные элементы игровых компонентов. Пробуем удалить объекты, которые мы запускали и распаковывали. Кроме тех, которые невозможно ликвидировать. Таковых здесь два. Это два последних запущенных нами элемента. Директория номер 3. Здесь я буду запускать объекты выборочно. 14. Объект. Предупреждение. О несоответствующем параметре и объект выгружается. 76. Попытка запуска и выгрузка. 261. Объект. Предупреждение. Отсутствует библиотека. 308. Присутствует в памяти. Анализируется. Появляется как дополнительный элемент. 365. Объект. Ошибка выполнения. 550. Выгружается из памяти. 612. Появляется в памяти. Анализируется. 706. Предупреждение. Обнаружена угроза. Устраняем. Объект был ликвидирован. 767. Обнаружена угроза. Устраняем. Объект ликвидирован. 880. Запускается элемент. И выгружается через некоторое время. 891. Невозможно запустить в данной операционной системе. 947. Инсталляционная директория. Создается и что-то распаковывается. 974. Объект. Предупреждение. Обнаружена угроза. И ликвидировано. 1183. Отсутствует элемент. И программа закрывается. 1318. Ошибка во время выполнения. 1517. Фотография. 1692. Невозможно запустить в данной операционной системе. 1783. Отсутствует библиотека. 1871. Запускается некое игровое приложение на китайском. 1983. Предупреждение о ошибке. Из памяти выгружается. 2245. Стартует и выгружается. 2297. Отсутствует библиотека. 2419. Ошибка во время выполнения. 2547. Предупреждение. Попытка модификации. Блокировка. Не удалось обновить реестр. Стартует приложение. 2570. Настройки. И последний объект. 2666. Предупреждение. Защита веб-камеры срабатывает. Блокировка. Пробуем ликвидировать все объекты, которые запускались в данной директории. Некоторые невозможно удалить. Пропускаем. Это 308 объект. Следующая директория. Строян энкодерами. Пробуем запускать. 248. Невозможно запустить в данной операционной системе. 262. Обнаружена угроза. Устраняем. 370. Объект. Аналогично. Обнаружена угроза. Устраняем. 419. Объект. Невозможно запустить в данной операционной системе. И 467. Предупреждение о попытке модификации. Находится в памяти. И дает нагрузку на процессор. Возможно выполняет какие-то действия. Появляется текстовый документ. Пробуем открыть при помощи блокнота. Внимание. Информация. Если вы хотите увидеть ваши файлы снова, то перейдите по соответствующей ссылке, которая здесь указана. Пробуем перейти по ссылке. Ошибка. По данной ссылке ничего нет. Что касается бад скриптов. Пробуем запустить. Самый безобидный процесс Explorer.exe убивает. От имени администратора запускаем. И у нас сворачивается рабочий стол. Таким образом, можно сделать вывод, что все объекты, которые неизвестны антивирусу, если не будут запускаться в песочнице, то будут выполняться. И зловредные действия мы, соответственно, увидим. Восстанавливаем работу. В настоящее время, как неизвестные, в системе присутствуют объекты 697, 467, 308 и 688. Некоторые из них работают в режиме реального времени, создавая нагрузку на процессор. Общая нагрузка 75-85%. Запускаем наш защитный комплекс и выполняем полную проверку системы. Системные настройки проверяются. Общие приложения. Запущенные процессы. Объекты в автозагрузке. И файлы. Системные настройки. Найдена одна из угроз. Общие приложения. Безопасность подтверждена. Запущенные процессы угроз не обнаружено. Объекты в автозагрузке. Найдена угроза. Начинается проверка файловой системы. Найдено 42 угрозы. Сканирование продолжается. Завершается сканирование. Мы видим присутствие зловредных объектов в корзине. Это часть объектов, которые мы самостоятельно удаляли после выполнения запуска. Имеется один объект 345. Троян 97. Потенциально опасный объект обнаружен в программ файл с KMS Pico. И системная аномалия. Недействительный ярлык Vivaldi. Исправляем все элементы. Необходимо выполнить перезагрузку. Что я и делаю. При выполнении перезагрузки происходит серьезный системный сбой. Отсутствует ряд элементов. Программное обеспечение не запускается в большинстве своем. Так как повреждены основные системные файлы практически всех программ, которые установлены. Комода Kill Switch после старта считает неизвестными практически все элементы, которые в настоящее время работают в системе. Нет подключения к сети, так как ряд протоколов фактически недоступно. При попытке исправить состояние сети, диагностика неполадок, отсутствуют протоколы. Исправить проблему не представляется возможным. Я запустил сканеры. В настоящее время идет попытка работать с Zimano Antimalva. Но я не уверен, что без нормального сетевого соединения здесь будет что-либо продемонстрировано. Запущено сканирование MCSoft Emergency Kit. Это еще один сканер, который смог запуститься. Malvibyte запуститься не может. Установить связь с сетью не получается. Если мы посмотрим на обновление, то у нас здесь файлы повреждены. Открываем папку для шифраторов. И здесь становится понятным причина такого поведения операционной системы. Фотографии открыть невозможно, так как файлы повреждены, видоизменены. Здесь та же самая картина. То же самое. Пробуем открыть этот формат. Та же самая проблема. Файлы изображений повреждены все. Музыкальные объекты открываются и работают. Файлы документов. Если посмотреть, то здесь внутри абра-катабра. Открыть их можно, но что-либо прочитать невозможно. Все они были на русском языке. Попытка открыть .docs приводит к тому, что файлы повреждены. Проблемы. Открыть их невозможно. Таблица. Неверный формат. Все эти объекты были читабельны. До момента, соответственно, запуска зловредных объектов. .docs невозможно прочитать. Формат файла поврежден. Видеоизображения. Частично объекты сохранились. Частично запустить их невозможно. Они не читабельны. Не удается воспроизвести объект. Не удалось воспроизвести. Архивы. Повреждения. Архивы не найдены. То же самое. Объекты, которые выполняли шифрование, стартовали. Во время загрузки операционной системы я вынужден был их отключить, потому что пытался восстановить систему и восстановить видеозапись. Таким образом, директории, в которых находились зловредные объекты, были легко удалены, так как на автозапуск они не поступали, но зловредные действия частично уже были выполнены. И восстановить систему в настоящее время не представляется возможным. Zimano каких-либо зловредностей внутри не находит. Hitman Pro установить соединение с сетью так и не смог, поэтому ничего проверить мы данным сканером не можем. В конце концов, сетевое соединение перестает подавать признаки жизни, появляются предупреждения. Сканирование MCSoft пока никаких зловредностей на территории машины не обнаруживает. Запуская сканирование Dr.Web, каких-либо угроз на территории компьютера не находит. Что касается данных Commoda Autorun Analyzer, то хочу продемонстрировать, что объекты с непонятными наименованиями 756 и 482 в действительности загружались. Были искусственно отключены для того, чтобы попытаться восстановить работоспособность системы. Сканирование MCSoft завершается и программа тоже на территории машины зловредных объектов не обнаружила. Тем не менее, несмотря на то, что фактически сканеры не подтверждают наличие какой-либо зловредности внутри, система не работоспособна, требует восстановления имеющиеся повреждения, связанные с работой программы шифрования. Была восстановлена операционная система. Согласно данным видеофиксации, я восстановил объекты, которые работали в памяти на момент выполнения сканирования. Это объекты 467 из папки с энкодерами, 688 и 697 из объектов категории номер 1, основная директория запуска, и 308 объект из директории номер 3. Просканировав данные файлы, получилась следующая картина. 688 объект считается вирусом в N32 NIMNU, либо RAMNIT по версии Bitdefender. Второй объект из директории номер 1, вариант ZUSI. Энкодер, тот же самый вариант ZUSI, 167801. И директория номер 3, 308 объект, вирус в N32 CATE. По данным DrWeb, сканер определяет два объекта из разных директорий, но оба они работали и присутствовали в системе, как Trojan Encoder 2921. Далее следует из директории 3, Autoruner 7577 и Win32 Armnet. Что касается Zimano Anti-Malva, также считает данные файлы зловредными. Директории номер 1, 688 объект, botnet WinNT, RAMNIT Rootkit. 308 объект, вирус в N32 Clum. 697 Malva Win32 Currant. И 467 Malva Win32 Currant. Один и тот же объект. На этом тестирование антивирусного продукта Kyuhu 360 завершено. С вами был Nostroma 771. Спасибо за внимание. До свидания.